Здравствуйте, вы все документы принесли? Да, здравствуйте. Паспорт, теракопия, аттестат? Да. Копия аттестата? Все пороги прошли по ЕГЭ? Да. Давайте. Сдав все экзамены, оттанцевав на выпускном рано с утра, некоторые уже абитуриенты пришли в городские вузы. Ребята подают документы на интересующие их специальности. В Ульяновском педагогическом университете прием ведется на все направления. Абитуриенты предоставляют результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам, а также двум-трем по выбору. Правда, по некоторым дисциплинам баллы еще неизвестны. Пришел русский и математик. Ну, базу я написала на пять, а русский — 70 баллов. Я выбрала социальную педагогику и психологию, потому что это, мне кажется, мое родное. Мне всегда нравилось общаться с людьми. Ну, я хочу закончить еще и магистратуру после основного педагогического образования, работать педагогом в институте. Историю я выбрал потому, что, ну, с самого детства у меня влечение к этому предмету. То есть детством я все время проводил как бы... Если за компьютером, то читал в основном исторические статьи. Большим спросом на данный момент, по словам специалистов УЛГПУ, пользуются такие направления, как иностранный язык, перевод и переводоведение, на котором, кстати, впервые выделены бюджетные места. Чтобы переступить порог университета, необходимо переступить порог баллов ЕГЭ. При этом некоторые вузы и факультеты проводят свои собственные дополнительные вступительные испытания. Но самое главное, что при подаче документов не действует принцип «кто первый, тот и поступил». Составляется рейтинговый список. Это три обязательных предмета ЕГЭ, либо одно дополнительное вступительное, проводимое университетом самостоятельно. К рейтинговым спискам прибавляется 10 баллов индивидуального достижения. У нас они прописаны или у большинства вузов прописаны на сайте. В среднем порог это 60 баллов по одному предмету, то есть 180 баллов по трем предметам – это нормальный проходной балл по вузу. Кстати, в ЛГПУ перечень дополнительных баллов увеличен. В общей же сложности в педагогические в этом году планируется зачислить свыше 2000 студентов. В Ульяновском техническом университете также с утра приемная комиссия начала свою работу. И первые абитуриенты уже спешат подать документы. ЕГЭ сдал чуть выше среднего и поступаю на программную инженерию. Мне нравится этим заниматься, сам программирую очень много. И этот университет выбрал, потому что специализированный, технический. В этом году также объявили набор на новые направления, такие как кадровый консалтинг, медиапроектирование и в том числе цифровые технологии в мышностроении, которые будут уже внедрять новые технологии в мышностроительную отрасль. Мы планируем в этом году набрать около 2000 студентов, либо более. Стоит отметить, что абитуриенты, как и в прошлом году, могут подавать документы в 5 вузов на 3 разные специальности. В этом году на все вузы бюджетных мест выделено 4921 место. Это на 233 места больше, чем в прошлом году. Если посмотреть по структуре вузов, то больше мест на очную форму обучения в этом году было получено техническим университетом. Напомню, до 26 июля первая волна абитуриентов может подать в вузы копии документов. Но до 1 августа они должны принести оригиналы, иначе увидеть себя в списке зачисленных не получится. Мария Сафронова, Сергей Свешников, Весть, Ульяновск.